Сегодня по вашим просьбам проверяем на рыбе кока-колу. Кока-колу смешиваю с покупной прикормкой для рыбалки и добавляю туда крупного мотыля. Отправляю кормушку в лунку, смотрим, что будет. Окунь уже приготовился к празднику. Занимает самые лучшие места за столом. Глубина 4 метра. Раскрываю кормушку у дна. Полосатые разбойники заметно оживились и начинают собираться у прикормки. Рыба, которая была разбросана по всем слоям воды, спустя 2 минуты концентрируется у дна и начинает потихоньку кушать. Пожелаю матросам приятного аппетита. Попробуем теперь кого-нибудь из них поймать. Начинаю с блесны. Блесна, которая эффективно работала по первому льду, в глухозимии окуня почти не заинтересовала. Дальше насаживаю на щучью жерлицу верхоплавку и опускаю ее прямо в стаю полосатых хищников. Но на маленькую рыбку обратила внимание только одинокая плотвица. Окуни настолько были увлечены поеданием еды с кока-колой, что ничего вокруг не замечают. После этого нацепил верхоплавку на удочку с мормышкой и очень тонкой леской. Такая изящная снасть придаст рыбе побольше свободы в перемещениях. Но зажравшихся полосатиков и этот прием не сподвиг на атаку. Перехожу к своей любимой безмотылке ядреный глаз. Посмотрим, как она покажет себя. На подъеме приманки ленивые окуни тут же оживились, погнались за ней. Но до поклевки дело так и не дошло. Хотя положительной реакцией все же была. Чем кормишь, на то и ловишь. Насаживаю на мормышку мотыля и погружаю это дело в кока-колу. Удастся ли нам поймать такого вялого окуня на этот раз? А пока наживка опускается вниз, на дне можно разглядеть банку из-под пива или какого-то другого напитка. Похоже, что на этом водоеме кто-то еще проводит эксперименты на рыбе. Итак, начинаю проводку. Самый активный окунь в стае сразу же погнался за мормышкой с мотылем. Остальные его собрать и продолжают кушать. А кто-то даже уже лег спать. Полосатый хватает наживку за самый кончик и не засекается. Попробуем соблазнить его еще раз. Со второй попытки тот же самый окунь смелее атакует приманку и извлекается на поверхность. А вот как выглядят пробуренные лунки при взгляде из-подо льда. Поистине завораживающее зрелище, чем-то напоминающее звездное небо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok